Восстановлением Троицкого храма, уникальной святыней Серпуховской земли, занимается профессиональная бригада строителей. Мастера съехали со всей России и ближнего зарубежья. Они уже сняли внутреннюю полуразрушенную штукатурку в четверике, в пределах и алтарной части храма, усилили фундамент, демонтировали аварийный главк с крестом. Основной объем работы выполняют каменщики. С мастером своего дела познакомилась Олеся Акинфеева. Аккуратные и очень точные удары. В руках всего два инструмента. Крепкий кирпич, без трещин повредить никак нельзя. Каменщик Михаил Сидей знает свое дело на зубок. Каждый день на 30-метровой высоте и в дождь и в сильный ветер он потихоньку, сантиметр за сантиметром, восстанавливает поврежденную временем кладку колокольни Троицкого собора. Здесь этого угла не было. Вот там надо еще арку выложить. Вот здесь пару кирпичиков. Вот там, наверху. Да, действительно. Ну, в целом, вот основание здесь крепкое? Да, здесь капиталь. Вот эти части, это снизу все заменено, там все было утрачено. А вот так выбивается кирпич и ставится новый. Вот так видно. Работа на колокольне еще на неделю. Останется доделать лишь небольшие дыры с внутренней стороны. А вот в основном зданий храма придется потрудиться. Как минимум еще месяц. Мы сейчас залили вниз, прокопали под низ, аж в самый низ фундамента. Такие штырями вот это все скрепили. Эта стенка садилась, потому что не было фундамента. Появились вот эти трещины. Троицкий собор в Серпухове построили в XIV веке, на месте, с которого начался город. Каменным он стал два века спустя. В советские годы храм закрыли, здание разрушалось. Началась его реставрация в конце 60-х годов прошлого столетия. Тогда удалось восстановить первоначальную архитектуру колокольни, фасады основного объема. Благодаря тому, что в начале 80-х Троицкий собор являлся филиалом серпуховского историко-художественного музея, а потом был передан под крыло русской православной церкви, здание было спасено от окончательного разрушения. В этом году при поддержке городской администрации и прихожан начались масштабные работы по восстановлению Троицкого собора. В Серпухов приехали золотых рук мастера. Вот этим инструментом, вот такие сцены толстые, работать можно. А вот где на колокольню, где сложная работа, вот наш инструмент. Каменщик Михаил Сидей родом из Украины. Вот уже 20 лет он работает в Подмосковье и восстанавливает старинные храмы. Человек скромный, рассказывает о себе, о своей работе неохотно. Повторяет одно. Хотите, смотрите, что делаем. Но в этом ничего особенного нет. Всегда довольны результатом своей работы? Пока да. Дальше не знаю. Чтоб не было вот эту трещину с переязкой надо. Вот, чтоб получалось вот так. У вас строительное образование? Откуда все это? Строительное, да? Нет. Самоучка. Ну, здесь вот это все перебирать. Вот это, так само, так. Ну, неделю надо. Это пока все убивать, все сразу нельзя. По кусочках. Но трещины эти уже не опасны, уверяет Михаил. Все арки и своды скоро будут как новые. Настоятель Троицкого храма, отец Сергий, уверен, что Михаил – каменщик от Бога. Наблюдают за работой строительной бригады, а их вместе с Михаилом 8 человек и благодарит Всевышнего. Под мастерия у Миши уже ребята наши местные. И они тоже набираются опыта, учатся, чтобы у нас свои родились такие мастера, чтобы не только люди откуда-то приезжие, но и наши здешние тоже умели это делать. Теперь отец Сергий не сомневается – святыня Серпуховской земли будет спасена. Сбор средств на восстановление Троицкого собора продолжается. Пожертвования можно перечислить с помощью СМС. Для этого необходимо отправить на короткий номер 3443 слово «Троицкий» или «Святыня» с указанием суммы пожертвования. Продолжение следует...